Добро пожаловать на канал коллекция заблуждений. Здесь вы узнаете о тайнах и судьбах ваших кумиров прошедших эпох. Эти истории легко сочетаются с чашечкой горячего утреннего кофе. Подписывайтесь и делитесь с друзьями, ведь наши истории – это истории для вас. Как сказал английский историк и телеведущий Алан Тейлор, мы ничего не узнаем из истории, кроме бесконечного разнообразия человеческого поведения. Эта удивительная и таинственная женщина всегда привлекала к себе внимание. Много чего о ней постоянно писали газеты, а режиссеры сняли Амата Хари аж 24 фильма, в которых играли самые известные актрисы, например, Грета Гарба. Известные писатели писали о ней романы. На самых знаменитых сценах Европы она выступала с Федором Шаляпиным, а также самыми известными оперными дивами того времени. В нее были влюблены два популярнейших композитора Жюль Масне и Джакомо Пучини, которые были готовы писать музыку для ее экзотических танцев. Пучини одаривал ее цветами и подарками, а его соперник даже пытался покончить с собой из-за несчастной любви. Именем Мата Хари назывались сигареты, коробки с печеньем, конфетами. Ее изображение манило с почтовых открыток. Даже сейчас существуют разные мнения о том, кем она была в действительности. Талантливой шпионкой и двойным агентом, или просто основательницей стриптиза и элитной куртизанкой, покорившей самых влиятельных мужчин ее времени. Есть мнение, что Мата Хари выдавала немцам важные военные секреты, относящиеся к боевым операциям 1914-16 годов. Эти секреты она якобы выведывала в постели у занимающего важный пост француза и сообщала высокопоставленному немцу. Была ли она шпионкой на самом деле? Что погубило эту женщину в расцвете сил? Почему ее не забывают вот уже более ста лет со дня смерти? О ее жизни до недавнего времени мы могли узнать из протоколов допроса Мата Хари, на основании которых ее осудили и казнили. Еще есть писем, которые она писала в тюрьме и которые позже были переданы во французский военный архив. А в 2017-м, к столетию со дня ее смерти, голландское издательство выпустило подборку писем под названием «Не думай, что я плохая» Маргарета Зулли перед Мата Хари, которая раскрывает нам ее характер с разных сторон. Мата Хари родилась в 1876 в голландском городке Леувардене. Ее настоящее имя Маргарета Гертруда Зелли. Прошлое ее долгие годы было тайной. Будучи патологической вруньей она приписывала себе то знатное, то экзотическое происхождение. У нее был талант придумывать эффектные истории о себе, в которых ее жизнь превратилась в смесь из фактов и фантазий, но преобладали там фантазии. Настоящие ее родители были люди состоятельные, и по национальности они были не голландцы, а фризы, что означает древнегерманское племя, которое и сейчас сохранило свою идентичность, а именно статность и высокий рост. Родители владели шляпной мастерской, кроме того выгодно вложили деньги в нефтедобычу. Денег на образование дочери они не жалели, и Маргарета училась в частной школе, а также получала уроки танцев и верховой езды. Отец ее обожал, и когда она была еще совсем маленькой, он подарил ей прекрасную дорогую четырехместную тележку, которую тянули две роскошно украшенные козы. Этот подарок был особой гордостью Маргареты. Хотя ей было тогда всего шесть лет, она попала в центр всеобщего интереса и восхищения. Она рано почувствовала к себе зависть подруг и поняла силу своей привлекательности. Быть причиной всеобщего удивления и восхищения, одеваться необычно и экстравагантно, для нее это было самое главное. Когда девочке было 13, отец разорился из-за неудачных инвестиций, а мать заболела и вскоре умерла. Отец завел новую семью, а дочку отправил в Лейден учиться на воспитательницу детского сада в закрытой школе. Но школу она не закончила, потому что в нее влюбился учитель и стал ее преследовать. И тут, о чудо, в газете она прочла объявление молодого, красивого, отважного офицера с великолепным будущим, который искал спутницу жизни. На самом деле это был мужчина 39 лет, примерно метр 80 ростом, как и сама Маргарет, крепкий, с круглым лицом, длинными закрученными усами. И звали его Рудольф Джон Маклеот. На это объявление ответили 15 кандидаток в жены, но Маргарета оказалась хитрее всех и приложила к письму свою фотографию. Они встретились, влюбились друг в друга. Через шесть дней после знакомства они обручились, а через четыре месяца обвенчались. Сохранились письма 18-летней Маргареты к жениху. Какое счастье, что и у тебя, и у меня такой страстный темперамент. Нет, я не верю, что все эти утехи когда-либо кончатся. Да, милый, я надену все то, что тебе нравится. Ах, как мы будем наслаждаться. Смею надеяться, что после свадьбы в розовой шелковой рубашке я не обману всех твоих прекрасных надежд. То есть поначалу, похоже, их чувства были взаимными. Большинство биографов Мата Харри изображают капитана Маклеода как запойного пьяницу, семейного тирана, истязателя своей жены. Другие отзываются о нем хорошо и винят в семейных несчастьях Маргаретту. Его третья жена описывала Рудольфа Джона Маклеода как жесткого, несентиментального человека, всегда называвшего вещи своими именами. Неотесанного, но честного солдата с золотым сердцем. С самого начала их брак был неудачным. Маргаретта, по словам одной современницы, выглядела молодой женщиной с лучшими намерениями. Очень страдавшей от наплевательского отношения и грубых манер ее мужа, проявившихся сразу после возвращения из свадебного путешествия. Пробыв еще некоторое время в Голландии, где и родился их первенец Норман Джон, семья Маклеуд на корабле принцессы Амали отправилась в голландскую Восточную Индию. Магия тропиков очаровала молодую жену. В этом мире красивые белые женщины встречались редко, и ее ожидало всеобщее восхищение и поклонение. Конечно, Маргаретт вовсю флиртовала с увивающимися вокруг нее офицерами, но большего себе не позволяла. У пары родилась дочь, Жанна Луиза, по-домашнему Нон. Рудольф Джон был заботливым отцом, а вот наша героиня, как мать, не состоялась. В семье случилось несчастье. В возрасте двух с половиной лет умер их сын, Норман. Он и его младшая сестра были отравлены. Девочка смогла выжить, а мальчик нет. Причин отравления называлось несколько. Самое правдоподобное из них — капитан Джон издевался над солдатом-еванцем, а тот был женихом няньки, ухаживающей за детьми. И та из мести отравила малышей. Супруги Маклеот ненадолго примирились, а потом жизнь их стала кошмаром. Джон тяжело переживал потерю ребенка и стал во всем случившемся обвинять жену. В письме сестре Маклеот писал, «Ах, если бы у меня были деньги, чтобы купить ее согласие на развод! Ведь эта мерзавка все делает для денег!» И еще писал так, «Господь Бог да избавит меня от этой твари! От всего сердца надеюсь на это! Аминь!» Но и Маргарета писала почти так же, «Если б Джон умер, я была бы свободна!» К тому же Рудольф Джон заразил ее сифилисом, и в качестве профилактики их дочь прошла курс лечение ртутью. Муж вышел в отставку в чине майора, и они стали жить в небольшой деревушке на острове, что никак не устраивало молодую жену, которой было всего 22 года. Она вынудила его вернуться в Амстердам, и там подала прошение в суд о раздельном проживании с супругом. Суд был на ее стороне и оставил ей дочь. Жизнь в Голландии складывалась тяжело, у нее не было работы и не было денег. Оставив дочь мужу, она отправляется в город своей мечты, в Париж. Когда она стала знаменитой, и в интервью ее спросили, почему она поехала в Париж, а не в другой город, Мата Хари ответила, «Я думаю, что все прожженные женщины направляются в Париж. А еще так, для меня Париж был единственной точкой опоры, тем единственным местом, где я ощущала себя человеком во всех смыслах этого слова. Там я могла жить хоть праведницей, хоть грешницей». А бывший муж дочь больше никогда не вернул матери. В опубликованной впервые к столетию со дня ее смерти подборки писем, неожиданно для всех Мата Хари показала себя как любящая мать. Из Парижа она писала брату, что постоянно думает о самоубийстве после потери моего ребенка, моего дома, моего комфорта. «Я очень хорошо устроилась здесь, в Париже», — писала она. «Но я не могу ничем наслаждаться, пока я вдали от своего ребенка». Маклеот после развода женился вторично, получал мизерную пенсию и передал дочь Мата Хари на воспитание другой семье. Когда Рудольф узнал об успехе бывшей жены как танцовщицы, он сказал, «У нее плоскостопие, и она не умеет танцевать». Прошло много лет, и когда она выступала на сцене его родного города, его спросили, пойдет ли он в театр, на что он ответил, «Я видел ее во всех возможных позах, и мне больше не на что смотреть». Но после ее расстрела он сказал последнее слово, что бы она ни совершила в жизни, такого она не заслужила. Маргарите пришлось делать трудный выбор между нищетой или дорогой к гибели, как сказала она сама. В письме к брату она призналась, что стала продажной женщиной, и написала так, «Не думай, что я плоха в душе. Я сделала это только из-за бедности». Она, как сильная женщина, смогла заново начать жить после полного крушения прежней жизни, не имея денег и профессии. Как она сама рассказывала репортерам год спустя, «У меня в кошельке было полфранка, и я сразу пошла в гранд-отель». Чем она могла заняться? Ремеслом натурщицы много не заработать. К тому же, как натурщица, она не пользовалась спросом из-за плоской груди. И вот в 28 лет она решила заняться танцами, являясь совершенным дилетантом. И тут ее озарило, ведь она умела демонстрировать свою неотразимость, хорошо говорила на малайском языке и видела на яви и суматре танцы местных жителей. Один из ее поклонников, богатый промышленник и владелец музея искусств Востока, месье Геме не только помог ей в становлении карьеры, но и в выборе подобающего имени. Мата Хари в переводе это «Око утренней зари» или просто «Восходящее солнце». Новоиспеченная артистка показала в танцах подлинное богослужение азиатских племен под названием «Танец малайской бейдерки перед Шивой, богом любви и смерти». Ей пришлось придумать себе новую биографию, в которую она сама с легкостью поверила. Эта новая биография из ее уст звучала так. «Я появилась на свет на юге Индии в семье, которая принадлежит к посвященной касте брахманов, Моя мать, знаменитая бейдерка храма Канда Свани, умерла в день моего рождения. После того, как священники сожгли ее дотла, они приняли меня к себе и крестили меня именем Мата Хари, это значит «Око утренней зари». Когда я сделала мой первый шаг, они привели меня в большую подземную комнату пагоды Шивы, чтобы посвятить по стопам матери в святые церемонии танца. Когда подошел мой возраст зрелости, верховная жрица, которая видела во мне избранное существо, решила посвятить меня Шиве и открыла мне тайны любви и веры. А затем, якобы, в нее влюбился английский офицер и увез в Европу. Если у кого-то и возникали сомнения в правдоподобности этих фактов, то увидев чувственные выступления Мата Хари, раскрепощенность поз и священный экстаз, они уже не сомневались в ее экзотическом происхождении. К тому же, чтобы проверить подлинность ее биографии, пришлось бы ехать слишком далеко. Во время Первой мировой войны Маргаретта сказала одному из своих друзей в Гааге, «Я никогда не умела хорошо танцевать. Люди приходили посмотреть на мои выступления только потому, что я осмелилась показать себя на публике без одежды». Секрет успеха Мата Хари заключался в том, что она попала в нужное время и в нужное место. В начале 20 века в Европе была мода на восточную экзотику, а кроме того викторианская эпоха со своим строгим моральным кодексом уходила в прошлое, позволяя танцовщице раздеваться на сцене. Ее раздевание якобы имело религиозную мотивацию. Интересно, написал про это Паула Каэльи в своем романе «Мата Хари. Шпионка». Процитирую. Она воскрешает шумерский миф о богине Инане, идущей в запретный мир. Она должна пройти через семь дверей, и у каждой двери стоит стражник, и каждому его плату за проход она оставляет покрывало от своих одежд. Со своими танцами она выступала на лучших сценах Европы, в компании с мировыми знаменитостями или в популярных аристократических салонах. Трудно объяснить, откуда появилось все это по-настоящему индийское в чувственном и таинственном искусстве танца Мата Хари. Это еще одна тайна в ее биографии. Непонятно и то, как красота европейской женщины была на самом деле самым чистым олицетворением азиатского типа, с медной кожей, с большими пламенными глазами и черными, как смоль, волосами и действиями Мата Хари. Менее чем за год Мата Хари с нуля создала себе имя без нынешних стилистов и имиджмейкеров. Конечно, мужчины преклонялись перед ней и добивались ее благосклонности. Особенно она выделяла военных и состоятельных мужчин преклонного возраста, хотя на самом деле имела ярко выраженную неприязнь к сексу из ее писем. Мой собственный муж привил мне такую неприязнь к сексуальным вопросам, что я до сих пор не могу этого забыть. Но ей необходима была финансовая поддержка поклонников, среди которых были военный министр Франции Мисс Семи, кронпринц Германии и барон Ротшильд. Мата Хари получала за выход в среднем около 200 золотых франков. Уступала она часто и, следовательно, могла бы и на свой заработок жить безбедно. Но ее постоянно осаждали кредиторы. Квартира, где она проживала, была небольшой. Обои, ковры, мебель были потрепанные. Она не раз переходила от большой роскоши почти к бедности. Ходили слухи, что она играла в карты. До 1914-го танцовщица пользовалась большим успехом у публики. Все письма, все похвалы критиков, все свои фотографии она аккуратно вклеивала в альбомы, которых накопилось немало. Но когда Маргарет минула 35, она почувствовала, что закат близок. Мода на восток проходила. К тому же она сильно пополнела. Но вся ее жизнь была наполнена фантазиями, потрясениями и острыми ощущениями. Наверное, к шпионскому ремеслу ее привлекла все та же романтика. Известно, что шпионкой Мата Харри стала до 1914-го. Ведь у германской разведки она значилась как агент H-21. Этой буквой обозначались лишь старые агенты. А завербованные в годы войны обозначались другой аббревиатурой. Накануне Первой мировой она приехала выступать в Берлин. Там она получила на свои расходы 100 тысяч марок. Такие же суммы, присланные в 1908 и 1909, были впоследствии предъявлены ей в качестве обвинения, что она работала на германскую разведку задолго на начало войны. Из-за войны ее гастроли были отменены. Но Маргаретта вместо Парижа оказалась в Гааге, где жизнь ее была безбедной, но скучной. Останься Мата Харри в Голландии, она бы выжила. Но ей хотелось в любимый Париж. И вот ее, как немецкую шпионку, отправляют в Париж, снабдив деньгами и особыми химическими чернилами. По свидетельству ее высокопоставленных любовников из различных министерств, Мата Харри, кроме денег и постели, ничем не интересовалась. Есть мнение, что она только числилась в шпионках. Так мужчинам было легче оплачивать из казны ее любовные услуги. Тут война со шпионами развернулась по всей Европе. Попала под эту гребенку и Мата Харри. Все ее контакты отслеживались британскими и французскими спецслужбами. Конечно, была отслежена и ее встреча в Мадриде с военным атташе германского посольства. И, как следствие, появление у танцовщицы ничем не оправданных доходов. Сама Мата Харри чистосердечно призналась на следствии, что все полученные суммы были оплатой за ее интимные услуги. В Париже она влюбилась в 20-летнего Вадима Маслова, капитана 1-го русского особого императорского полка. Он после серьезного ранения поправлял здоровье в курортном городке Виттель, который находился в прифронтовой зоне, и доступ туда простым гражданским лицам был строго ограничен. Но для Мата Харри не существовало преград, если она чего-то сильно желала. И она проехала в этот город, чем еще более усилила подозрения в свой адрес. А потом произошла странная история. Мата Харри в Париже отправилась в штаб-квартиру французской разведки к Жоржу Ладу. По воспоминаниям Ладу, опубликованным в 1932-м, Мата сама предложила свои услуги в качестве разведчицы и назвала неслыханную сумму по тем временам – 1 миллион франков. Это говорит о том, что она была наивной шпионкой. К тому времени Жорж Ладу уже знала вербовки Мата Харри германской разведкой. Так она стала двойным агентом. С новым заданием на пути в Амстердам она сделала остановку в Лондоне, где ее перепутали с другой шпионкой и арестовали. Проведя две недели в Ми-5, она заявила, что работает на французскую разведку и едет в Голландию для выполнения секретного задания. Подобное противоречило правилам шпионажа. Завербованные агенты не раскрываются даже перед союзниками. На запрос Ми-5 во Францию Жорж Ладу не только открестился от Мата Харри, но и фактически подтвердил ее сотрудничество с германской разведкой. Как итог, в Ми-5 ей посоветовали не заниматься больше шпионажем и отправили в Испанию вместо Голландии. В Испании она подружилась с германским посланником Арнольдом Кале, с которым у нее произошел обмен секретной информацией. Она ему рассказала о грядущем наступлении союзников, а он ей про высадку десанта немецких подводных лодок в Марокко и дал расшифровку ключа к секретным французским донесениям. Все это Мата Харри описала в своих письмах к Жоржу Ладу, который упорно не желал с ней контактировать. К тому времени он дал указания по перехвату станции на Эйфелевой башне радиограмм, которые шли из Мадрида в Германию. Почти все сообщения в большей или меньшей мере совпадали с передвижениями и действиями Мата Харри, но ничего конкретного о ее шпионской деятельности не говорили. Тогда-то и возник тот самый код H-21. И тут сама шпионка решила приехать во Францию для личной встречи с Ладу. В Париже от встреч с ней все отказывались, даже любимый Вадим Маслов. Ему уже свыше было указано, что дама, с которой он состоит в связи, является крайне неблагонадежной, и для него будет лучше эту связь закончить. А у Мата Харри заканчивались деньги, и в феврале 17-го она пожелала вернуться в спокойную и сытую Гаагу. Как раз тогда обострилась обстановка на фронте. Рухнули надежды европейцев на перемирие. Германия объявила о начале неограниченной подводной войны. 13 февраля 1917 Мата Харри была арестована по подозрению в шпионаже и провела 8 месяцев в женской тюрьме Сен-Лазар. Она говорила, что невиновна, и утверждала, что была предана Франции, и много ценной информации передала шефу французской разведки Ладух. Это стало еще одним пунктом обвинения. Двойной агент. По ее делу были допрошены десятки высокопоставленных военных, а также гражданских чиновников. Все они единодушно отрицали виновность этой женщины. Доказывали, что она никогда не пыталась добыть сколько-нибудь полезной информации. Слушание проходило при закрытых дверях. Материалы следствия хранились в тайне. Адвокату подсудимой разрешили присутствовать только на первом и последнем допросе. На суде не было сказано ничего конкретного. Было и такое мнение. Спросите среднего француза, или пусть даже французского интеллектуала, в чем состояло преступление Мата Хари, и вы убедитесь, что он и этого не знает. Он просто убежден, что она виновата. Но почему этого он не знает? Хотя прокурор в обвинительной речи заявил, Мата Хари стала причиной гибели 50 тысяч наших солдат, не говоря уже о тех потерях, что понесли мы, по ее милости, на море. Таким образом, ее обвинили в массовых убийствах, и она была приговорена к высшей мере – расстрелу, что для нее было огромным потрясением. Прошение о помиловании было отклонено. Сестры тюрьмы сочувствовали ей и предлагали помощь религии, а она отказывалась. Эти бедные женщины упорно хотят обратить меня в свою веру. Перед одной из сестер она танцует нога и свой танец Шивы, бога любви и смерти, которым когда-то сводила с ума Париж. Сестра была настолько напугана, что позвала на помощь охрану. Но вот настал ее час. За ней пришли на рассвете. Мата Хари разыгрывает удивление. Почему так рано? Одевается в бежевое манто, просит стакан Грога. Старый адвокат предлагает ей сказать властям, что она от него беременна. По французским законам беременная женщина не может быть казнена. В ответ Мата Хари только рассмеялась. Ее привезли к месту казни, где в десяти метрах от столба выстроилось двенадцать солдат. Мата Хари вышла из автомобиля. Ее привязали к столбу, и она сказала, повязки не надо. А потом с улыбкой на прощание кивает головой сестрам, адвокату, доктору. Бьет барабан, раздается залп. В нее попадает одиннадцать пуль. Двенадцатый солдат, очень молодой, упал без чувств одновременно с ней. Ее тело, как не востребовано, отвезли в анатомический театр. Если вам было интересно, подписывайтесь. И не забудьте нажать на звоночек уведомлений.